Отложите все ваши дела, новый ролик уже на канале, привет друзья, подписчики мои, у меня сегодня прекрасное настроение, друзья мои, и сегодня мы сами посмотрим вот эту вот коллекционочку, легендарный шлем Бобы Фета, друзья мои, я влюбился в Боба Фета еще в 2000, в 99 году, а потом в 2002, моя любовь к нему укрепилась. Потому что я впервые увидел, мне подарили как раз таки набор с Чубакой, там был АТТЕ, вот того года набор Лего, мой первый набор Лего, с чего все собственно началось, и я в детстве, у меня, моя любимая книга, настольная, был журнал Лего 99 года, и там как раз таки был набор Бобы Фета, и я просто пушка-гонка, я в то время даже не видел еще фильма, ничего не видел, ничего не было, как сейчас доступно, а потом мне подарили игру на Новый год, спасибо огромное, и это сделало меня. Тем, кем я есть сейчас, потом я взял у друга диск со Звездными Войнами, все шесть частей, блин, так ему не отдал, сорян, бро, вот, короче, я в восторге, я фанат Звездных Войн, от мозга до костей, и у меня есть корабль, потом, 2006 год, друзья мои, представляете, я вижу легендарную рекламу новенького корабля Боба Фета, а, нет, подожди, там была реклама 2006 года, а 2010 года, я вот пытаюсь вспомнить, как там было, ну, короче, была реклама, в шестом году вышел Слейф 1, естественно, для, ну, для нас был недоступен, купить нельзя было, плюс денег не было, вот, и я собирал его из такого зелено-болотного цвета детали, собирал его корабль РАП-1, мечтал о нем, и вот, 2010 год, я покупаю себе корабль Слейф 1 на 500 всего лишь деталей, друзья мои, просто прилетел, отдал все мои деньги, это была моя, на тот момент, самая дорогая покупка, я вышел, у меня сердце колбасит, пух-пух-пух-пух-пух, и вот в 2015 году выходит обновленная версия на полторы тысячи деталей, я ее купить, ну, не мог, ну, типа, 20 тысяч, 15 тысяч, камон, дорого, но взял я ее уже в 2017, там был перевыпуск, типа, я купил уже тогда, и в том прошлом году я купил, короче, корабль Боба Фета, купил просто для полки, даже не собирал его, ничего, просто поставил, красиво стоит у меня, то есть у меня есть три королева Боба Фета, я безумно мечтаю о корабле, который, естественно, там, 2001, 2009, по-моему, года, да, был первый корабль у него вышел, я безумно о нем мечтаю, там всего лишь 70 деталей в корабле, серьезно, я безумно мечтаю о нем, вот, и мечтаю о корабле Джанго Фета, который вышел, по-моему, в четвертом году, синего цвета, безумно хочу его, хочу его переиздание, куплю все, вот, рано или поздно, и я собираю Боба Фета, у меня там есть шлемы, есть фигурки и так далее, я фанат Боба Фета, хотя в фильме он появлялся буквально пару-тройку минут, я вот сериал Мандалорец, просто обожаю, через 2 недели по продажу поступит фигурка Мандалорца с мини-йодой, тоже пойду куплю себе ну а сегодня вашему вниманию представляю вам данный шлем Боба Фета это супер какая-то эксклюзивная коллекция на 40 лет им переносит ответ на удар и первое появление Боба Фета было именно здесь, поэтому сейчас я открою для вас, потом пойду смотреть империю и буду уже собирать этот прекрасный набор и потом вы увидите его окончание, но друзья мои, давайте же вместе с вами его сейчас откроем, посмотрим что там вообще происходит, коробка, друзья мои конечно шикарная, хотя они коробку эту тиснули из серии Архитектор она высокая, здоровая, да эта коробка одна, смотрится как целый набор, да это офигенная крутейшая коробка с другой стороны показаны нам как сам Боба смотрится размер маски, габариты и еще башка Бобы и какая-то, я так полагаю другая часть бочины что ж, давайте откроем ее аккуратненько, максимально наверное снизу подрежем посмотрим как же там это все а я наверное не знаю, не получится а не получится они какой-то стали суперклей использовать вообще, моментум оп меня никакой суперклей не остановит я мечтал об этом, друзья мои конечно, если бы не наша ситуация в мире я бы получил ее гораздо быстрее раньше но получил, когда получил я в принципе не расстраиваюсь главное, что она у меня есть и я кстати вам советую тоже такую штуку себе купить эта штука легендарная да, она стоит дорого не будет но она офигенная детали маска состоит из тех же деталей что и корабль Бобуфета да, бабушка у меня постоянно говорит типа, а что у тебя за маска корабль похож на маску она говорит, что у тебя за маска такая я говорю, это бабушка, это корабль это РАП-1, камон слушай, по пакетикам 3-4 здесь все в принципе нормально огромное количество вот этих вот деталей кстати сказать красных салатовых которые будут использоваться внутри как каркас и сепаратор рыжего цвета годится деталей достаточно ну много здесь я посмотрел там было по-моему около около 600 деталей по-моему в этом наборе кстати для Европы пишут пишут количество деталей на упаковке для России не пишут я не знаю почему чем это связано вот а я думал табличка смотри прикольно смотри баба фет кстати там еще появился ужасный убогий робот какой-то из новой саги и в комплекте к нему идет маленький робот почему здесь не положили баба фета я бы хотел экклюзивно вообще была бы пушка слушай ну инструкция конечно солидная солидная black версия наверняка будет что-то интересненькое о да баба фет star wars офигеть вот он вот он красавчик баба фет появлялся буквально в паре минут это же пипец а ну и все а ну вот да детальки которые показаны как это и потом уже закрываем всем остальным все понятно на что я надеялся не знаю как бы да вот а он будет получается пустой да внутри ну окей хорошо слушай офигеть я уже безумно мечтаю его собрать это что-то с чем кстати ничего особенного кроме вот первой странички нету то есть да вы понимаете во короче я пошел собирать смотреть империю strikes back не прекращайся ну что ж друзья собрал таки шлем и он шикарен просто сейчас я вам быстренько покажу количество экстра деталей здесь вот такое количество довольно много интересных деталей осталось можно будет поэкспериментировать поиспользовать и друзья ну это же вообще огонь я не знаю кто был да жалко вот пальцы остаются отпечатки но в принципе если протереть пылиться эта штука будет конечно жестко у меня дико пылятся корабли боба фета но этот шлем эта маска это шикарно то есть здесь шикарно все табличка боба фет здесь проработано сзади проработано фишек фишек фишка одна это вот не прицел как сказать это датчик как он правильно называется наверное оптическая какая-то штука помогающая ему целиться она опускается опускается довольно просто и легко я вот только единственное не уверен что должна быть она с левой стороны хотя наверное да вижу по картинке с левой стороны друзья это шикарно я уверен на 100% что это только первая часть первые три шлема вот жалко что нету дарт вейдера то есть обычно они как бы сразу топчиков а здесь как бы штурмовик боба фет и к этот самый как это называется пилот истребителя как-то странно дарт вейдер камон где вот а с одной стороны здесь очень много интересных деталей то есть действительно собирается по типу брикетса очень много деталей которые на которые крепятся все элементы и в принципе даже она разбирается очень просто я могу вам показать сейчас в ролике когда разбирается смотрите ну а так не надо делать но просто покажу вам значит отсоединяем вот эту часть это правая боковина да все четко отсоединяем заднюю вот так вот можно снять боковую можно вот здесь выковырить я просто что хочу вам показать друзья мои хочу показать вот это можно снять я не помню как это было как это как это фиксировалось не помню уже как это фиксировалось подожди сейчас мы я просто хочу вам одну вещь показать очень интересную опа да смотрите вот эта вот его часть а что это такое кстати я вот хочу понять не могу понять что это такое какая-то грязь а это вот эти вот полосочки друзья мои посмотрите вот эти полосочки они сделали вот в таком формате ты посмотри как это сделано просто офигенно да мы залезли сейчас в мозг ой не зумится залезли в мозг Боба Фетта посмотри как это сделано вот так это выглядит изнутри мне не особо нравится подставка потому что легко если голову не получится придется отковыривать на полном серьезе, но в принципе может это было чем-то обосновано а я сейчас, кстати, понял, что я неправильную подставку закрепил, друзья подставка, кстати, выглядит вот так вот что у меня с зумом блин сегодня подставка смотрится вот таким образом она просто зум цепляет дальние кадры и поэтому так расфокусится вот такая подставка и мы сейчас ее правильно закрепим в таком положении сейчас я ее закрепить вот, наверное, вот так надо все-таки больше было крепить, да, наверное, вот так вот надо было ее, там потому что на инструкции не особо показано понятно, куда именно крепить нужно, там просто типа закрепите сверху и все, и картинка типа закрепленной вот, вот так, мне кажется, правильно хорошо, что я его разобрал сделано все офигенно, достойно, реально ребята постарались я уверен, что это делали те же дизайнеры, которые делали его корабль, который был этот коллекционный, дорогущий вот, давайте его соберем разобрали все у Бобу, это кошмар какой-то мне Дарт Вейдер не простит, он скажет, ты что Бобу Фетта разобрал, как ты мог и, кстати, вот здесь заметил, знаешь, что смотри, прослеживают вот эти красные детальки которые, на которые все это дело крепится вот так она выглядит, система у него вот, но, друзья мои, это, конечно шикарно, я я в шоке, я вот такое бы лего выпускать почаще действительно, они же могут подобные вещи делать почему нельзя делать их почаще вот, друзья, я набору ставлю, ну, наверное, давайте сделаем, ладно, 10 из 10, но я бы хотел еще, конечно, фигурку, то есть вот здесь рядышком было бы идеально смотрелась фигурка почему нет, то есть к большому дроиду они маленького дроида делают а к Бобу Фетта не делают это, я считаю, не круто и вот так за кровать забрало слушай, ну это же просто шикарно поставлю на полочку друзья мои, подписывайтесь на канал ставьте лайк, всем удачи, всем пока-пока